Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кем бы ни было загадочное существо на самом деле, у местных жителей версия одна – Алешенька гуманоид вот только в Кыштым сунулся зря. Девушки отдыхают Вот как прожекторы какие-то были, и вот в сторону радиозавода летело, но так медленно, ну, я не могу сказать, сколько высотой, но низко. Девушки отдыхают Алешеньку контактеры видели уже после смерти. В засушенном виде он им напомнил закуску. Ну, он, знаешь, как подлесик сухой, ну, вот плечи я рыбак сам высушенный, но головка мне что-то удивила. Обычно вот я, вот, видишь, ну, и косы, и коровы, и все. Ну, я маленько режу их, свиньи. А тут череп у него такой, вот такой, луковицы. Сергей загадочное существо не видел, потому что сидел тогда за ограбление пельменной. Встретен Алешеньку, возможно, бросил бы пить и начал писать стихи, как это случилось с его женой Тамарой. Дурогое, короче. Ты пришел из другого мира, неизвестный, и странный такой, и глаза твои у него светят грустью и добротой. Но вместо звездного мальчика приходит пьяный супруг и норовит заснуть в одежде. Он так бы и спал, если бы теща не мешала. Ну, давай куда спать. Ложись. Вот каждый день вот такой, а это что за человека? Тут у него даже чурчик вот отсюда, я вижу. Как? Вот здесь. Ну, волосики там. Ага. Волосики. В тот июньский день Тамара полола картошку, перекусить зашла к свекрови, страдавшей психическим заболеванием. После обеда старушка предложила, хочешь сыночка покажу. Пошли мы с ней в спальню. Лежит какое-то существо, заходим, лежит какое-то существо поперек койки, вот такое небольшое существо. И главное, прямой такой он какой-то был. Кобя вот так вот лежал, так как-то, руки, так все. Она начала его, значит, этим товарожком-то берет ложечкой и ему это подает, берет ложечкой и подает ему. Он стал как-то мумлить, он как-то мумлить стал. Ротик у него такой красный был, круглый. Так смотрел на нас, значит, это, смотрю, кушай. Сноха отправилась дальше полоть огород, а свекровь Тамару Просверину соседи отправили в психбольницу. Фельдшер Галицкого в тот день работала на выезде. Она развернула эту тряпочку и всем показывала, что вот это я, Алешенька, что она его не оставит, не бросит, потому что его кормить надо, он умрет от голода. Вот так. Но вы не поверили. Нет, я не поверила. А можно поверить словам такой больной, с острышей Саврине. Тамару Просверину отправили на профилактическое лечение в эту психиатрическую больницу. Ее сноха уехала работать поварихой в другой город. В общем, как-то так получилось, что Алешеньку все забыли, и он остался в квартире без присмотра. Когда хватились, было уже поздно. Сохранилась единственная видеосъемка Тамары Просвериной, сделанная вскоре после госпитализации. Речь в интервью идет о сыночке Алешеньке. Он плакал, когда ты его принесла домой. Ой, он плакал. Ты его кормила? Нет. Нет, не плакал. Не плакал. Я его водичкой кормила, сахаром. Грудь-то он у меня не взял, что-то. Поселок Каалиновый, где жила Тамара Просверина, даже по местным меркам неблагополучный. Соседи по подъезду видели в руках у старушки странный сверток, но расспрашивать постереглись. Ну, она носила гулять, как куклу какую-то, тяпки завернет, носила она. Да, это я видела. А, ты не заглядывали, что там эта тряпка? Нет, она же закрывала тряпкой. И ходила с ней, да? И ходила, говорит, я Алешу эту качаю. Японские журналисты, прознав о феномене Алешеньки, решили сделать о нем фильм. Накануне их приезда Тамара Просверина опять зачудила. Вышла танцевать на проезжую часть. Следователь Бендлин в ту ночь был на дежурстве. Проходило две машины навстречу друг другу. И вот она попала в эти самые ножницы. Но сбил ее вроде бычок, ЗИЛ. Уши бы были серьезные, скончалась на месте. Смерть главного контактера лишь добавила загадок. Теперь каждое свидетельство на вес золота. Перед глазами Тамары Алешенька и сейчас как живой. Лежит на подстилке, ручки вытянул. Нескладная фигурка, похожа на телепузика. Голова-то была коричневая, почему-то темно-коричневая такая. Темно-коричневая, как кожа какой-то обтянутая. Глаза вот раскосые были как раз. Здесь он какой-то веселый у меня вышел. А на самом деле он какой-то грустноватый такой был. Вызывающий боль какую-то, сострадание какое-то. Такое, что вот он осмысленный, да, какой-то осмысленный был взгляд. Из разговора с Тамарой выясняется, пока муж отматывал срок, его место занимал некий Славик. Он тоже видел Алешеньку живым. Найти Славика оказалось непросто. Квартиру свою он пропил и теперь живет в бараке у дальней родственницы. Встреча Славика с Алешенькой произошла на квартире Просвириной, куда он вместе с подругой зашел выпить. Смотри, он живет, ну, глаз такие узкие, голубые, чисто инопланетянин. Голубые глаза? Да, голубые. Именно. Врать не буду никогда. Смотри, кто еще сидит. Сидит. Сидит, сидит, да, сидит. Врать не буду. Клянусь Богом. Клянусь своими покойной матери. Дева не выдана. Но потом уже рассмотри его. А он сейчас жирает. Так, он жир, жир. Ну, весь волосатый. Такой, это, такой, да. Волосатый? Да, волосатый именно. Врать не буду. Показания Славика добавляют новые штрихи к портрету Алешеньки. Во-первых, он уже не лежал, а сидел. Во-вторых, был покрыт волосами. В-третьих, у него были голубые глаза. А фиазноми на подобии японского. В смысле? Это похож он в смысле на японского? Да, запросто. Днем у Славика бизнес. Цветные металлы за каждый 100 грамм дают 15 рублей. Как раз на бутылочку спирта. Проброшенного в квартире Алешеньку Славик знал, но были дела поважнее. Мои тёщи работали в огороде. Ну, там, про полка. Сюда, то, вот, сюда, то, вот, сюда. И в это время он утух. Умер. Да, так можно сказать. Знакомый просверенных Владимир Нурдинов высушил труп Алешеньки на солнце и спрятал в гараже. Попавшись на мелкой краже, показал милиции. Следователь Бендлин – первый, кто попытался разобраться в этой истории на трезвую голову. Ну, что, давайте каждое свое мнение скажем, что это за существо-то. По-вашему. Вот как очевидцы у вас, по мнению сложились. Это может быть? Ну, это натуральный кронор. Начальство Бендлину как могло мешало. Видеокамеру пришлось одалживать у друзей, а следственные мероприятия вести как частное лицо. Вот здесь кость черепа деформирована сюда, вописок задний. Здесь нахлёст идёт, а там сюда захлёст идёт. По просьбе Бендлина мумию осмотрели каштымские паталогоанатомы. Вывод на человека не похожий. Вот сейчас показывают этих вот всяких по телевизору. Буманное? Да, и вот наподобие, да. Только единственное, на что было поинтереснее, то, что у него типа вот, ну, шлемовидные, как в 17-м году эти были, будёновки-то. Вот. Косточки такие вот сросшиеся, плотные такие. Даже был выкидыш. Там роднички, малый родничок, большой родничок. А у этого всё было сросшееся, необычное такое. Нина Глазырина, третий и последний контактёр, видевший Алёшеньку живым. Подруга Тамара предложила тогда зайти проведать свекровь. Дальше началась фантастика. Вы пришли, я так понимаю, выпили, да? Ну, естественно. И потом появилось это существо, да? Почему? Оно было. Оно пришло просто, вышло к вам как-то, или... Почему? Оно стояло. Если у Тамары Алёшенька лежал, у Славика сидел, то у Нин он уже встал на ноги. Я думаю, вообще за родуш. Кто припёрся? Нет, это, крокодилу ничего не скажет. Он вот так вот, я говорю вам, ещё раз дать. Покажите, да, давай. Вот у них койка... Дайте ему воды! Дайте ему, дайте ему воды, б***ь. О, короче. Он вот прям вот так вот стоял, ну, у нас там деревянная, а у них железная. И он так вот, вот так... За ножку. За ножку. И всё. Но он не за родыш. Это какое-то другое существо. Потому что он был, во-первых, фарсистый. Глаза вот... Дай воды мне скорее, ну! Интервью всё-таки пришлось прервать, чтобы отнести воду в соседнюю комнату. Чёрт, лысый. Что там? Репортеры! Откуда? Оттуда! У Нины своя версия, откуда в Каштыме появилось загадочное существо. Какой-то выброс. Вы думаете, выброс какой-то? Я думаю так. Лично я. Откуда выброс? Оттуда. Выброс – очень каштымское слово. В 57-м году здесь произошла крупнейшая на территории России ядерная катастрофа. На военном предприятии взорвался контейнер с плутонием. До сих пор по соседству с городом находится маяк «Сорок», крупнейший в Европе завод по переработке радиоактивных отходов. Мужики на озёрах иногда выуживают рыбу без плавников и глаз. Кроликов держим, кроликов держим. У меня там, держит, у соседов. Там, там, если ветер Сороковский подул, ну, с этой, с озёрки. Тот подул сюда, вот эти мелочи вся, нафиг, кирдык сразу, дохнут все. Все дохнут сразу. Крупные остаются, а мелочь вся дохнет. Все. О, ёлки-палки, опять выброс был. А нам-то вроде, хи***я. Кролики погибли. В медицинском училище Кыштыма есть небольшая коллекция зародышей мутантов. По просьбе Бендлина осмотр мумии провел лучший в Кыштыме акушер-гинеколог. Врач не нашёл в Алёшеньке ничего особенного. Синдром врождённого уродства ребёнка встречается. Ну, не часто, но встречается. Даже не один раз было в условиях Кыштыма в родительном доме. Перед следователем Бендлином стал вопрос, что делать с мумией дальше. Хранить было негде, пришлось, так сказать, в пустом морозильнике держать. У себя дома? Да, так точно. Инопланетянин в холодильнике, такого никакая жена не потерпит. Когда Бендлину предложили научную помощь представителя организации «Энлоу Контакт», он немедленно согласился. Странный разговор при встрече следователь записал на диктофон. Объект заброшен. Сцена навигационно-энлистического контакта. Выход исполнял в связи ангелляционно-световой приема. Вы поверили. Световой режим будет предназначен контакт. Контакт занимался в северных связках. Отдал. Кисти. Мумия вместе с незнакомцами исчезла, и об Алешеньке в Кыштыме же стали забывать, когда в городе появилась съёмочная группа «Асахи-ТВ». Приезд японцев поразил кыштымцев сильнее, чем сошедствие гуманоидов. 200 тысяч долларов для японцев – это не деньги, когда речь идёт о таком уникальном объекте. Мы бы заплатили и больше, ведь по нашим данным это был настоящий инопланетянин. К сожалению, мумию мы так и не увидели. Японцы здесь, ну, после, по завершению своих съёмок, ну, небольшой, так скажем, банкетик сделали. Ну, я им предложил поднять за Алёшеньку. Ну, эти люди на полном серьёзе встали, выпили стоя. И я понял так, что для них это очень серьёзно. Уже после отъезда съёмочной группы из Кыштыма у Бендлина появилась информация – мумия попала в лапы сектантов. Якобы какая-то секта использовала голову Алёшеньки в качестве колдовского фетиша, значит, заправив её в посох, проинкрустировав там чем-то. Они какие-то обряды совершали, в общем-то, там. Самая известная в мире секта с уфологическим уклоном – Раэлиты. В отличие от кыштымцев, пришествия инопланетян здесь ждут с нетерпением. В Славянских Альпах собираются люди, верующие в инопланетян. Для них это не просто зелёные человечки, а великие лохимы – творцы всего сущего на Земле. Их возвращение здесь ожидают так же, как христиане Второе пришествие, а иудеи Мышиаха. Для этого и собираются в горах, чтобы быть поближе к звёздам. Секту основал пророк Раэль. В миру – Клод Варильон, бывший редактор журнала о гоночных автомобилях. Став пророком, Раэль перестал писать о машинах, зато стал на них ездить. Летом 1973 года у него произошёл контакт инопланетян. Они были больше похожи на японцев, чем на европейцев, но они определённо похожи на людей, потому что они создали нас по своему образу и подобию. Их очень огорчает, что мы оказались плохими детьми. А какого они были роста? Приблизительно метр сорок, но духовно они нас намного выше. Скажите, а инопланетяне могут жить на Земле? Инопланетяне на Земле? Нет, они не мазохисты. Про Алёшенку здесь ничего не знают. Встреча звёздных гостей запланирована на 2035 год. К этому времени человечество должно поумнеть. Пророк не чужд простых земных радостей, ведь нет ничего приятнее, чем предвкушение долгожданной встречи. Мечтай, глядя в звёздные дали. Они уже близко, они подлетают. Мечтай и готовься к встрече гостей. Имя истинного похитителя Алёшеньки установили дотошные японцы Сасахи ТВ. Зоротов – это Борис Золотов. Вот он, последний хозяин Алёшеньки, созданная Золотовым Академия фронтальных проблем по данным справочника РПЦ Организация оккультного характера. В секте, цитата, «практикуются активные эксперименты с психикой людей, поддерживаются слухи о многократном посещении Земли инопланетянами». Золотов, по нашим данным, очень состоятельный человек. В Японии его состояние можно сравнить с богатством Сёка Сахара. И у него такая же богатая секта, как была Аум Сенрикё в Японии. Мумию он использует для ритуалов. Летний лагерь Академии фронтальных проблем разместился в Крыму у подножия Национального космического центра. Адепты резвятся в море и ходят с троем. Налево! 128-й толпе межпланетных контактов. Шага! Марш! В шатре зловещего гуру американский журналист Майкл Эккельс сходу задает главный вопрос. «Где карлик?» «Обежал». «Но жил он не зря». Японцы предлагали золото у сотни тысяч долларов за крохотный скелетик весом в несколько грамм. Он отказался. Для этого должны быть веские причины. «Когда его везли, группа обнаружения, то появились, как говорят, неопознанные летающие объекты, потому что их просто навели. они сами не могли обнаружить. И они забрали сущность на основу. Прямо по дороге». Пьянство, воровство, равнодушие. Такое не каждый землянин выдержит. Своим среди кыштымцев Алешенька так и не стал. «Жалко было, что умер или не очень?» «Мне нет. Мне чего он? Мужик, что ли? Мне зачем он нужен? Я поглядел, поглядел, а в этом он ушел. Извините. Может, не в камеру сказано. Если лишь на секунду допустить внеземное происхождение существа, откроется грустная картина несостоявшегося контакта. Кыштымцы, как принимающая сторона, оказались просто не в состоянии в него вступить. «Он тоже приехал, может, с той планеты, ну, может, ну, как сказать, сейчас немножко выпущу, он приехал, может, с той планеты, тоже наш осознать примерно так же. Мы такие же люди понятливые же. Познакомиться с нами. Да, а тут я пьяный попал. Был только один человек, для которого смерть Алешеньки стала ударом. Безумная Тамара Просвирина. «Вот этот ребеночек умер, знаете?» «Умный?» «Умер. Да что вы?» «Ну, ты надо сказать, что вы умер. А когда?» «Ну, вот вас в больницу положили, и он умер. Вот мы сейчас и приехали посмотреть. «Да, как бы я, как бы я...» Судьба героев этой истории сложилась предсказуемо. Следователь Бендлин в конце концов уволился из органов, не выдержав насмешек коллег. Ну, например, уголовный розыск. Ребята говорили, что эту мумию надо с пивом употребить. Нина Глазырина через несколько недель после интервью умерла. Врачи обнаружили в ее крови несовместимую с жизнью дозу алкоголя. Ну, трезвый, крутая. Я... Владимир Нурдинов, хранивший Алешеньку в гараже, вместе с братом-близнецом открыл магазин. Называется «Шанс». «Шанс» будет раз в жизни, все. Говорится, все уже такого больше не будет. Тамара Просвирина с ним не согласна. Упустив один шанс, она ждет другой. А все равно и какая-то есть надежда, что что-то в жизни произойдет лучше. Будь здорова. Значит, это правда, что это все, что произойдет к лучшему. Возможно, когда-нибудь так и будет. В небе над Кыштымом снова появятся летающие прожекторы, а вместе с ними еще один шанс. Субтитры создавал DimaTorzok